Достаточно много врачей и не врачей рекомендуют пройти курс лечения перекисью водорода. Часть людей идут этим путем. И если вы среди них, если вы хотите пройти курс лечения, то очень важный вопрос, как правильно пить перекись водорода. Как вы понимаете, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Отсюда многое зависит. Плюс или минус, получите пользу, либо вред. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, нужно ли разводить перекись водорода перед приемом. Также вы узнаете, с чем лучше пить перекись водорода. Ну и какой лечебный эффект вы можете получить от приема перекиси водорода. Разводить перекись водорода или не разводить, вопрос не праздный. В принципе, с одной стороны, зачем разводить 3% перекись водорода? Она разведена уже до вас. И в таком виде она обладает великолепным бактерицидным действием. Это видно по появлению белых пятен, по шипению перекиси водорода. На поврежденной, а часто и на неповрежденной коже, потому что микротрещинки всегда присутствуют. Однако, если вы хотите получить эффекты, не связанные с кожей, не связанные с полостью рта, то есть вы не лечите заболевания стоматологические, то безусловно, разводить перекись водорода надо. Потому как иначе она среагирует просто в полость рта, расщепиться здесь с образованием воды и активного кислорода, который окисывает какие-то микроорганизмы в полость рта, и резорктивное общее действие, в принципе, закончится. Да, вы очистили полость рта от бактерий, но окислили биологические мембраны. Это не самый простой путь. Проще зубы почистить обычной зубной щеткой и пастой. А если вы рассчитываете на прием перекиси водорода и лечебные эффекты вне полости рта, разводить нужно. И важный вопрос, чем развести перекись водорода? А разводить перекись водорода перед употреблением можно эфиром, можно спиртом, можно водой. С любым из перечисленных компонентов перекись водорода смешивается в любых соотношениях. Но, пожалуй, самая безопасная среда переноса в ваш организм это обычная вода. Чаще всего на этом все рекомендации по приему перекиси водорода и заканчиваются. Взяли воду, накапали туда нужное количество капель перекиси водорода, и приняли. Но если бы все было так просто, у меня бы не было повода написать это видео. Смотрите дальше, дальше будет самое интересное. Есть несколько компонентов, не учитывая которые, вы можете навредить себе собственно употреблением воды, в которой переносится перекись водорода, и на лечебные эффекты которой вы рассчитываете. Компонент первый, микробное число, это количество микроорганизмов в той воде, которую вы выбрали. Безусловно, можно использовать водопроводную воду, на станции водоканала, на н-ном расстоянии от вас, вода практически, ну не скажу стерильная, но очень чистая. А пока вода движется к вам по трубам, в трубах, увы, размножаются различные бактерии, грибы, микромицеты, сегодня определены водопроводной водой, не только в ней. Что они будут делать? Они будут естественно размножаться, часть из них будет приходить к вам с этой водой, часть просто награждает и обогащает эту воду своими токсинами. И здесь даже не могу сказать, где лучше находиться по отношению к водоканалу. Потому что на станции водоканала, производя такую воду, понимая, что километры труб, вода может жестко измениться качественно, обычно перехлорирует воду. И тот и находится ближе, у него бактерий меньше, зато в воде больше боевого отравляющего вещества, под названием хлор, который тоже, мягко выражаясь, не сахар. И с такой водой легко отравиться, и легко навредить себе. Если вы находитесь очень далеко от станции водоканала, хлор у вас, как правило, отсутствует, зато присутствуют вышеперечисленные бактерии и грибы, и их токсины. Где-то может быть хорошо, знаете, золотая середина неплохо в этом случае, потому как минимально хлора, минимально бактерий, где-то вот здесь вот вода будет практически стерильна. Но это же нужно угадать, чтобы такая вода попала в ваш организм. Безусловно, с помощью перекиси водорода можно дезинфицировать воду. Взяли воду сомнительного качества, накапали туда перекись водорода, нужно подождать несколько минут, чтобы реакция произошла, чтобы бактерии нашли перекись водорода, или она их нашла, чтобы они погибли. Да, пищевое отравление от такой воды у вас вряд ли разовьется, но отравление токсинами разовьется. Если пищевое отравление заявляет о себе сразу, потому как вот эти бактерии с водой попадают в ваш организм, если они были супер агрессивны, они смогут там размножиться. Если они были вяленькие такие, ваша микрофлора съест их, скажет, давайте еще. Она их подавит активность. А если вы перекисью разрушили бактерии, да, конфликтовать микрофлора с ними не сможет, потому как они все мертвы. Но что вы имеете в этой воде? Распавшиеся бактерии с теми токсинами, которые находились в них. Мне это далеко не лучшее обогащение вашей питьевой воды. Поэтому для того, чтобы быть уверенным, что вы употребляете перекись водорода в чистой воде, и нет вот этих вот наводок, нет лишнего количества бактерий либо их токсинов, воду перед употреблением нужно отфильтровать так, чтобы в ней было минимальное количество бактерий, вирусов и грибов. Еще один компонент, который вы обязательно должны учитывать, если хотите пройти лечение перекись водородом, это PH воды. Если ваша вода кислая, то есть PH ниже 7, то в ней содержатся кислоты. Они раздражают слизистую оболочку желудка. Это естественная сокогонная, которая повышает секрецию желудочного сока. Если сразу после приема перекись водорода вы не поели, то есть не нейтрализовали образующиеся кислоты, они будут раздражать желудок. И вероятность обострения гастрита, гастроденита, язвенной болезни будет присутствовать. Особенно тех, у кого желудок слабый. Но это не самая большая проблема. Значительно хуже. Вода, которая считается абсолютно здоровой, вода долгожителей, это щелочная вода. Она имеет PH больше 7. И чаще всего такую PH обеспечивает обычный гидрокарбонат натрия или пищевая сода. Попадая в полость желудка, ее точно такое же раздражение и выработка кислого желудочного сока. Правда, если у вас нет атрофического гастрита, исходно. При контакте пищевой соды и соляной кислоты образуется углекислый газ. И индикатор того, что ваш желудок подает признаки жизни и работает как желудок, пытаясь переварить пищу, это появляющаяся отрыжка. Но углекислый газ не только вызывает отрыжку, он еще вызывает очень большую проблему, называется кислотный рикошет. То есть раздражая слизистую желудка, вырабатывается дополнительное количество соляной кислоты. И так как щелочной воды было немного, а кислоты в ваш желудок при его хорошем состоянии может выработать много, вот эта кислота раздражает слизистую желудка. И опять-таки, если вы не поели, гастрит, гастродианит, язвенная болезнь, желудка, 12-перстные кишки, без проблем, но есть еще один маленький бонус, неприятный бонус по сравнению с кислой водой. Это атрофический гастрит, который в этих условиях, увы, статистика об этом говорит, чем больше у вас щелочного питья, тем быстрее ваш гастрит и состояние нормоацидность переходит в анацидность. А атрофический гастрит это номер один, риск номер один по раку желудка. Надеюсь, вы не хотели получить такой результат, начав лечение перекисью водорода. Поэтому, прежде чем начать это лечение, вы должны быть уверены, что ваша вода, в которой вы будете растворять перекись водорода, исключительно нейтральная. Только на нейтральной воде она, будучи еще одновременно, не просто нейтральная, а еще и очищена от бактерий, от вирусов, от грибов и желательно от их токсинов, то есть различные органические остатки в этой воде тоже должны отсутствовать, кроме того, что вода нейтральная. Вот только такая вода пригодна для лечения перекисью водорода. Как же правильно использовать перекись водорода для лечения профилактики? Ну, чаще всего перекись водорода используют наружно, местно. На раны, порезы. Учитывая широкий спектр бактерицидного действия. Перекись водорода при этом убивает и различные микроорганизмы, грибы. И это прекрасно. Однако, существуют рекомендации для приема перекиси водорода в клизмах, внутрь, внутривенно. Ну, для этих способов применения перекиси водорода конечно есть свои плюсы, есть свои минусы. Но, чтобы вас не утомлять чрезмерно, такое видео есть на моем канале. Сейчас вы видите ссылочку на него. Перейдя по ней, вы можете просмотреть это видео и решить, какой способ применения перекиси водорода вам больше подходит. Ну, а пока вы думаете, какую оценку поставить на это видео, с кем из друзей, знакомых, родственников поделиться этим видео, опубликовать в каких социальных сетях, я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепко вам в дороге и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok